Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Это смартфон от компании Oppo, Oppo O5 и в скобках еще указывается 2020 год, судя по всему. Модель очень интересная тем, что здесь, во-первых, Snapdragon, во-вторых, батарейка 5000 мАч, в-третьих, широкоугольная камера, в-четвертых, модуль NFC и в-пятых, очень редко встречаемые стереодинамики и разъем для наушников. Но, есть свои объективные минусы. Мало того, когда я захожу на сайт Oppo, у меня чувство, что они написали все наоборот. Например, они с гордостью написали и показали примеры, что этот телефон замечательно стабилизирует видео. Ну, понятно, что здесь электронная стабилизация и там показывают сравнение с другим телефоном, но это настолько дико, он настолько плохо стабилизирует, что даже учитывая его цену, количество видео Full HD 30 fps. Стабилизацию проверяем. Ужасная стабилизация, конечно. Качество видео 4К, 30 fps. Стабилизацию проверяем. Конечно, он недорогой. В Москве можно купить от 11 тысяч этот телефон со всеми этими функциями, что действительно одно из лучших предложений на рынке. Чуть позже, я надеюсь, сравню этот телефон со смартфоном марки Xiaomi, а, возможно, с каким-то другим. В них одинаковые процессоры 665. Но настолько плохо работает стабилизация на данный момент, на конец декабря 2019 года, и в 4К, и в Full HD, что просто удивляешься, как маркетологи Oppo на сайте написали так красиво все. Это совершеннейшая неправда. Ну, если честно, это, наверное, основной его косяк, основной недостаток – это качество видео. Я понимаю, что очень многие люди просто на смартфонах ничего не записывают. И вторая причина, когда вы покупаете телефон, ну, пусть даже не за 11, пусть вы купите его где-то там в Евросеть или в каком-то магазине даже там за 14, за 15. За эти деньги мы не ждем какого-то улетного качества. Но рассказать об этом я вам всегда рассказываю, подмечая и плюсы, и минусы, и особенности. Приятного просмотра. Начинаем. Начнем с экрана. Экран, с одной стороны, замечательный. Замечательный тем, что, ну, во-первых, это, понятно, технология IPS, замечательный своей яркостью. То есть яркость телефона очень-очень высокая. Конечно, запас карман не тянет, я считаю. И цвета воспринимаются неплохо. Есть настройки цветовой температуры. Единственное, ложечка дегтя, так как на 6,5 дюймов, 1600 на 720 – это небольшое разрешение. Это дает 270 пикселей на дюйм. И, если честно, приглядываться особо не видишь. Вот иконки, вот этот шрифт, он, в принципе, он нормальный. Но, если какой-то будете на каком-то сайте, браузер, какой-то мельчайший шрифт, то уже что-то, может быть, покажется рыхлым. Но, с другой стороны, проблемы из этого делать я не буду. И говорит, что телефон еще один минус явный, из-за того, что разрешение HD+, а не Full HD, тоже не буду. И сразу забегая вперед, скажу, что на автономность это, на автономность разрешение экрана влияние оказало, а на производительность вообще никак. Как на 665 PUBG Mobile, не Lite, а обычный PUBG Mobile, идет ближе к минимальным настройкам, удивительно, кстати, на балансе, так он и продолжает идти. Закончил с экрана, мы перейду к процессору и батарее, и отмечу, что здесь Gorilla Glass 3 защитное стекло. И по экрану, вот здесь вот сверху, есть такая вспомогательная менюшка, она вот в верхнем правом углу. Ее можно настроить, и удобный быстрый доступ к разным приложениям, которые вы выберете. Кроме того, смартфон можно разблокировать двойным тапом по экрану, и в заблокированном состоянии нарисовать V, латинскую, фонарик запустить. Либо свои какие-то варианты. Вообще смартфон не обижен жестами разными. Если поднести такая настройка, если включена, смартфон к уху, когда раздался звонок, ну, произойдет соединение. Очень удобно, функций достаточно много. Но поговорим сразу о батарее. 5000 мАч это действительно много. И я считаю, за счет относительно невысокого разрешения экрана, он у меня на максимальной, притом яркости. А вспомните, только что я говорил о том, что яркость очень высокая. 10 часов и почти 40 минут на максималке прокрутил фильм. Без перерыва в режиме самолета. Это очень хороший показатель для IPS-экрана. Реально очень хороший. Поэтому телефона, конечно, хватает надолго. В нем, кстати, еще и две сим-карты, и карту памяти поставить можно. И это также редкость в нынешнее время. В реальном использовании все пользуются совершенно по-разному. В зависимости от оператора, удаленности от вышки, город это, пригород, все что угодно. Поэтому, ну, в любом случае, два дня из него выжать можно. Два. Ну, опять же, кто-то и к вечеру его посадит, если вы игры будете играть. Далее у нас что? Камеры. Вот тут с камерами, конечно, ребят, все не очень-то и хорошо. По видео, как я вам рассказал, да что уж греха таить. Плохо по видео все. А вот по фотовозможностям телефон, в принципе, неплохо. Учитывая, что продается за не очень-то и большие деньги, со всеми вот этими плюсами, которые я перечислял, и NFC, и стереодинамики, то фотографии очень даже ничего. Плюс есть широкоугольная камера, с которой также можно получить неплохие снимки, но несколько хуже по качеству, чем с основной. Поэтому оцените сами. Примеры фотографий вы видите на экране. Также можно посмотреть по ссылке под видео. Не забудьте посмотреть оригиналы фотографий. Я для вас стараюсь, делаю множество фотографий, включая ночные. Ссылка будет под видео. Фронталка на 8 мегапикселей, в принципе, неплохая. Эффект боке получается с нее хороший. С камерами закончили. Единственный нюанс. Я не понимаю, почему они, некоторые китайские производители, ну, просто берут и делают либо 4х3 формат кадра, либо 1х1, либо 18х9. Почему 16х9 забывает, я не понимаю. Те, кто будет писать, что это по ряду причин так нужно, ребят, ну, если вы за этот формат, почему вы не просите производителей, тогда видеозапись делал 4х3? Непонятно. Ладно, переходим к следующему пункту. Это внешний вид телефона. Что тут есть? Тут, знаете, с одной стороны, выглядит аккуратно. Мне вот нравится, когда производитель делает что-то новое. Возможно, кто-то уже так делал, но я вот вижу первый раз. Смотрите, модуль камер основных. Кстати, их здесь 5, как вы понимаете. И вот здесь вот еще дополнительная камера и вспышка. То есть, сам модуль камер вертикальный. И вспышка вертикально сделана. Но это красиво, как-то органично. Вполне, даже я бы сказал, смартфон по-своему красив. Телефон, правда, полностью пластиковый. У него и рама пластиковая, и спинка задняя пластиковая. Выпускается как черный, так и в белой расцветке. Помните, раньше, когда были у нас кнопочные телефоны, то приходилось спустя какое-то длительное время, там полгода-год, забивалась пыль под кнопки. Приходилось чистить, это было неприятно. Сейчас такой проблемы в современных телефонах нет. Но даже на белом цвете почему-то очень сильно вот на этом телефоне отпечатки собираются. И периодически нужно протирать. Единственное, телефон максимально защищен производителем. Максимально я имею в виду, что в комплекте положили очень хороший бампер, который защищает углы телефона, силиконовый. И наклеена была пленка, которую я с трудом оторвал. Зачем оторвал? Все просто. Когда я начал тестировать игру PUBG Mobile, то я понял, что скольжения вообще никакое. Пришлось ее оторвать с огромным, реально, трудом. Она очень тяжело отходила. Это именно защитная пленка. Она указана в спецификациях. Я ее снял, но, честно говоря, отзывчивость не улучшилась. Опять же, играть, сейчас о производительности поговорим, если вам важно. Можно, но вот... И опять же, наверное, тоже глупо. Но, с другой стороны, вот те же Xiaomi, я тестирую, там Redmi Note 8, там вот эти вот все, которые тоже не сильно дорогие. Там чувствительность повыше. Но, возможно, позже я с Redmi сравню, который с NFC именно. Поэтому по внешнему виду я практически закончил. Отмечу тройной слот. На всякий случай, напомню, здесь есть сканер отпечатка сразу под блоком камер. Работает быстро. Плюс есть разблокировка с помощью лица. Фронтальная камера помогает нам в этом. Фронтальная камера в виде выреза в форме капли сверху. И, когда рассказываю про корпус, все-таки не могу не отметить, это огроменные рамки. Опять же, телефон недорогой, но пора бы производителям даже относительно недорогие модели делать более утонченными, с более тонкими рамками. Здесь же прям все как будто трехлетней давности, честно говоря. И отмечу стереодинамики, про которые я обмолвался. Они реально крутые. В качестве второго стереодинамика выступает, собственно, динамик, через который мы слышим собеседника, и один динамик на торце. Поэтому, если вы так держите аккуратнее, не прикройте его. Но стереодинамики очень хорошие. Конечно, учитывая стоимость, здесь, например, преобладают высокие частоты. Но слушать музыку, смотреть... Ну, музыку вряд ли кто-то будет слушать телефон на стереодинамиках. Но фильмы смотреть можно. Это реально громко. Вы слышите даже на оживленной улице, или в YouTube смотреть что-то, это реально класс. Я всегда двумя руками за стереодинамики. Производители молодцы. Также на нижнем торце расположился разъем USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Есть поддержка Dolby Atmos, которая работает и без наушников, то есть при стереодинамиках. И, правда, когда вот без наушников, разницы никакой нет. В наушниках разница есть. И по качеству звука я не заметил каких-то отличий от одногруппниковых или даже более дорогих телефонов. Никакой разницы с другими моделями нет. Но в стереорежиме прям реально красавчики. Все остальные просто лохи, потому что их не ставят. Это же не сложно, сделать второй динамик в стерео. Почему не делают? Потому что, извините, но это глупо. Насколько лучше? Звук чище, мощнее. Блин, бред какой-то. Заговор производителей. Ладно, осталось что у нас? Поговорить о процессоре. Тут на самом деле Qualcomm Snapdragon 665. Процессор неплохой, но это типичный середнячок. На данном телефоне он набрал где-то 160 тысяч баллов в Antutu. Все просто. Если мы запускаем тяжелые игры, тот же PUBG Mobile, то только настройки баланса. Выше просто не поставить. И опять же, играть можно, но вы должны понимать, покупая такой телефон, вы покупаете бюджетное устройство. Не дешевое, но и не сильно дорогое. Поэтому производительность, кстати, 3 гига здесь оперативки, обычно 4 ставят везде. Здесь же только 3. И 64 гигабайта встроенный. Если у нас открыто порядка 10 приложений, даже меньше, свободно иногда 700-800 мегабайт. Но меньше вроде ни разу не падало, сколько смотрел. От 700 до гигабайт 200 свободной оперативной памяти. К слову, еще смартфон весит 195 грамм, но как-то не ощущается огромным и тяжелым. Такая, в принципе, обычный стандартный современный смартфон. Кстати, смартфоны практически не скользкие. Вот заслуга пластиковых телефонов, он не выскальзывает из рук. Конечно, уронить можно все, что угодно, но пластик я за что люблю? Это за то, что обычно пластиковые телефоны, они в руке ухватистые. Уронить их крайне... и уронить их сложнее, чем стеклянные телефоны. В руке? Ну как? Обычная лопата сбалансирована нормально. Не могу сказать ни в плюс, ни в минус по сравнению с логичными огромными лопатами от других производителей. Ладно, подводим итоги. Однозначно, телефон очень понравился стереодинамиками. Телефон понравился, пусть и HD всего лишь плюс разрешение, 270 пикселей на дюйм. А как нам говорят исследователи, типа нужно 300 и выше. Тогда человеческий голос уже точек не различает. Понравился огромный батарея 5000 мАч, которой действительно хватает надолго. В принципе, нормальные камеры, с учетом того, правда, что только 4х3. И чтобы, если мы даже поставим какое-то стороннее приложение, там Open Camera или это Snapdragon, можно Google Камеру, то опять же непонятно, широкоугольная, скорее всего, работать не будет. По крайней мере, на тех телефонах, на которые я ставил стороннее приложение, она не работала. Это отвратительное качество видео, просто какое-то неадекватное совершенно дергание. И при том, оно есть здесь, но оно не работает, не знаю почему. А так, еще модуль NFC не забываем. И, в принципе, я все про него рассказал. Нюансы, особенности, что-то поругал, что-то похвалил. Ну, на мой взгляд, за 11 тысяч рублей, напомню, это по Яндекс.Маркет.Москва. Ссылку я оставлю. Если кто-то хочет купить, то вы вооружены этими знаниями. Плюсы, минусы, особенности телефона. В целом, можно брать. Учитывая нюансы, учитывая особенности, недостатки. За эти деньги предложение очень хорошее. Чуть-чуть подождите, мне сегодня должны привезти Xiaomi Redmi Note 8T, который с модулем NFC. Там, правда, батарейка 4000, но все равно, и стереодинамиков нет. Я их сравню, я думаю, будет интересно. С наступающим новым 2020 годом! Если понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. В любом случае, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Всегда много интересного. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем, Давид. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok